всем привет сегодня у нас вот такая вот большая посылочка и здесь у нас планшет он до в 10 планшет покупался племянница бюджет урезан пришлось выбирать по акциям и покупать он до в 10 кстати купил его я даже за 89 99 своих денег он однозначно стоит вот ну и сейчас мы на него посмотрим смотрите пришло оно пусырки вот такой но он болтается то есть даже взяли сумку но он внутри болтался вот пришел очень быстро доставили на наш на территории украины новой почтой вот так это выглядит коробка очень красивая и сразу как бы нравится мне но вот здесь у коробки вот лопнула видите вот такая вот печаль произошла и непонятно то ли это лопнуло раньше то ли лопнула уже позже ну не суть им что у нас здесь у нас здесь маркировочка какая-то он-то 4g таблет письме 10 android 7 здесь ну давайте распакуем их арпа характеристикам пробежимся немножко позже он был вскрыт выйти разрезан и торчит кусочек хвостик а то есть его видать проверяли перед отправкой здесь у нас менюл какая-то use full reminder насин инсталл rdr customers в общем тоже как бы полезное чтиво какое-то вот сам планшет ну давайте мы его отложим мы проверим что у нас там дальше вот так открывается высыпалась еще какая-то инструкция наклейка сертификат к качества сертификат качества какое и китайская тоже то же самое что вот здесь судя по картинкам но такое на более дешевой бумаги и на китайском языке то есть здесь на английском и такая более плотная бумага чем здесь и здесь она такая цвета немножко как выцвевшие здесь сочные яркие в английской версии руководство вот и обычный проводочек юсби на микро юсби что и зарядки не туда то есть получается мы питаемся только от чего-нибудь что у нас есть зарядочки нету ну давайте посмотрим уже планшет распаковываем его скажу сразу легкий он легче чем моя десятка он здесь у нас 10 и 1 размер сзади у нас получается камера камера здесь задняя 5 мегапикселей передняя 2 мегапикселя микрофон качелька громкости включения и 35 разъем для наушников камера немного выпуклая сзади наклеечка все пластик задняя крышка похоже ну по холоду похоже на металл наверное все таки но верхней вот этой нижней это точно пластик а вот это холодная то есть судя по холоду что оно холодно это металлическая вставка вот здесь да да металлическая вставка алюминиевая но он легкий далее с этой стороны у нас ничего с нижней стороны у нас микрофон нарисован микрофон а где же он а вот у нас такая маленькая маленькая дырочка и нарисован микрофон то есть ну и сзади два динамика вот здесь у нас открывается сюда можно вставить как он открывается вот просто открывается такая заглушечка и можно вставить две sim карты и одну карту памяти здесь подписано sim у две штуки и т.ф. карта вот симпатично все сделано то есть можно вставить сим очку и легкий конечно он легкий и легче в два раза чем мы мой чуве хай 10 про на чуве хай 10 он металлический и полностью вот зачет наверное вот это его пластиковых вставок она и легче давайте посмотрим включаем пробуем включить да он заряжен немножко ну посмотрим насколько он заряжен пока включается расскажу немного так 10 и 1 диагональ я уже сказал процессор здесь мтк 6753 octa core видео малия т720 2 гигабайта оперативки 32 постоянной постоянная память расширяемая до сто двадцати восьми гигабайт экран 1920 на 1200 и ps поддерживает 5 касаний так камеру я уже озвучил 2 и 5 bluetooth 4 0 вай фай карту памяти можно вставить с поддержкой 4g заряжен был полностью от 94 процента видно в общем круто пока пока мне все нравится сейчас подключимся быстро подключился без каких-либо проблем и я заметил пока подключался что у нас интерфейс весь на английском поэтому давайте перейдем и поменяем скрин лог поменяем язык давайте найдем где у нас это все так скорее всего это language is english и давайте английский нельзя убрать или нужно типа добавить такой первый раз встреча давайте найдем какой у нас здесь есть пусть будет русский русский украина будет так ну и давай проверим все равно не поменялось давайте все то есть здесь нужно добавить было язык и перетащить его первый и он становится по умолчанию то есть выбор языка и давайте проверим и перевод хороший сразу видно что перевод хороший проверка правописания вот настройки bluetooth печать для разработчиков давайте зайдем посмотрим о планшете так прошивка модуля связи последнее обновление системы безопасности 5 июня 2017 года версия android 7 0 модель в 10 4 g так 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 5 flash total capacity 67 53 мт все на русском давайте попробуем поставить несколько игр и проверим как оно будет выграно устанавливать приложение и довольно быстро устанавливается то есть в моему чувиха 10 pro приложения нам намного медленнее устанавливались из маркета вот сразу когда был учетку гугла у меня пошло обновление play market а после обновления все заработало и все отлично как бы работает так давайте посмотрим еще асфальт вот асфальт как он будет устанавливать будет этот все работает быстро реально очень качественно и по скорости и качеству работы сравнимо с чувиха 10 про хотят там и 4 гигабайта оперативки то есть больше здесь все настроено оптимально и ну очень неплохо работает вот видели несколько секунд это по моему около 50 мегабайт идет инсталлятор до асфальта а дальше идет уже она будет выкачиваться вот здесь фоновом режиме качает проценты как сколько она скачала ну можно пока мы позву слушаем как звучит довольно неплохо звучит да два динамика здесь ты когда подставлять руку она чувствуется чешет руку ладно пока она качает выключим звук и пойдем посмотрим что-нибудь еще устанавливается асфальт мы скачаем ази видео бокс все приложение скачалось давать его установим отлично ну и давайте попробуем первое попавшееся видео запустить сразу при запуске просит установить плеер ну плеер мы немного позже установим давайте посмотрим штатным который есть и и и и и Увы, обзора такие не очень Но я думаю, что если снять пленочку Защитную экрана, то будет немного лучше Увы, обзора Но они Не очень Все работает быстро и мне очень нравится То есть это с учетом того, что здесь 2 гигабайта оперативной памяти Ну неплохой видеоускоритель Мне все нравится Так, Asphalt 8 пробуем Картинка мне нравится Сочно не такая, как у Ну я сравниваю его С последним, который у меня Чувихай 10 Такая красивая картинка, конечно Но довольно таки неплохо Давай поехали уже куда-нибудь Да, конечно Водитель из меня В общем, неплохо работает Давайте дальше Пока устанавливаются танки Давайте попробуем скачать какую-нибудь книгу Потому что Нужно для PDF Так, то есть для учебы Книги сюда будут заливать Я так понимаю Так, и так нашел Попробуем Пошла скачивать И уже скачала Давайте попробуем открыть Видите, как Давайте посмотрим Так Отлично все работает Быстро То есть книги в PDF формате Ну там и других Можно все Как бы без проблем Это все здесь работать будет Давайте попробуем Где я его скачал найти И открыть Другим вьювером Допустим От Adobe Так Чем открыть Почему он внизу высвечивается Так От Adobe Давайте откроем Отзывчивость Очень хорошая У экрана То есть Легко прикасаешься И он быстро понимает То, что ты от него хочешь Так Давайте попробуем Поехали Сейчас FPS 45 Поехали Так Поехали Субтитры Поехали 44-45 fps В общем, как-то так Еще исправлюсь, не сказал я про батарею Батарея здесь, по-моему, 5200 мАч Или 5 часов проигрывания видео Итого, что мы имеем Имеем мы за малые деньги Довольно-таки неплохой планшет Довольно-таки хороший Быстро все работает, все отлично Единственный минус этого планшета, как по мне, это экран Да, он, если смотреть прямо вот так Он сочный, но под углом И немножко он Картинка, вот камера может заметить Что картинка, ну, не такая сочная Как, допустим, у Chui Hi 10+, который у меня есть Который мы уже обозревали Но намного она лучше здесь Чем, допустим, у планшета Который мы смотрели 8-дюймовый Coupe i8 Там, конечно, самый плохой экран Который мы встречали Все работает быстро, все настроено Можно, если для учебы брать Для того, чтобы читать PDF-книги В школу носить Это идеально подойдет Потому что стоит он немного Не так страшно будет его, допустим, если ребенок уничтожит А уничтожить он может любой планшет Хоть дорогой, хоть дешевый Еще момент, что я пропустил Давайте сразу мы его раскроем Это наша камера Камера 2-мегапиксельная Задняя и довольно-таки неплохо Картинка видна Сейчас сфотом несколько фотографий Где они? Давайте посмотрим на них Фотография получилась зернистая Но не такая зернистая Как, допустим, на Coupe iPlay iPlay 8 8-дюймовый Который недавно обозревали Вот Неплохая И давайте посмотрим передняя Как же нам найти переднюю Вот здесь нам нужно нажать И улыбнуться И Для Skype-а вполне подойдет Ну, по-моему, задняя Задняя 5 получается Мегапикселя А передняя 2 Да Вот Я ошибся, когда произносил Вот Ну В принципе Для Skype-а Для каких-то там мелких фотографий В принципе Вроде бы Все, что Хотел рассказать Я рассказал Серфинг в интернете Тут тоже быстро Все Все прекрасно работает Браузер Мы видели Скачивали книгу Вот Можно полистать Давайте Поиском воспользуемся Промахнулся Давайте Вот так сделаем И посмотрим Как оно Работает И давайте Перейдем куда-нибудь Вот Серфить Тоже Все удобно Все быстро Экран Отзывчивый В принципе Я очень доволен Покупкой Приобретением Хороший планшет Все Я о нем Рассказал Спасибо За внимание Ставьте лайки Подписывайтесь До новых встреч И удачных покупок Субтитры Игорь Негода Редактор субтитров